Варится свекольник, рассказываю как. Предварительно пассеровать лук со свеклой на сковородке, кинуть в кипящую воду картошечку, добавить лавровый лист, соль, перец, сахар, уксус и все. Вот смотрите какая плестя, а еще забыла томатную пасту. Я вот добавляю в такой пакет зеленый лук, специи укроп, футрушка, очень вкусно, попробуйте. Ну и не забудьте сметану потом положить, свекольник. Все-таки я считаю, что в Араде самый лучший район это Халамиш. Потому что тут настолько интересно выстроены дома, как бы таким лабиринтом. Они так идут сверху вниз. Выйдешь на улицу в плохом настроении, а так погуляешь, солнышко на себе почувствуешь. И настроение моментально меняется. Такую радость жизни испытываешь. Все-таки солнце источник энергии. А зимой солнце у нас вообще удивительное. Когда 20 градусов, не 40. Солнце летом в закат. Просто летом нужно выходить, гулять в другое время. После 6 часов вечера. Вот а так. Просто надо знать, как во благо быть в гармонии с природой. Вот смотрите, какая красота. Вот так домики идут вверх. А вот какая большая сосна. Мои малютки прибежали. Вчера они где-то гуляли. Вчера пришла, их не было. Не в то время, наверное, а вот сегодня. Они вот, я с утра пришла. Видно, их с утра нужно приходить. С утра они всегда тут. Так, вот этого он не подпускает к еде. Так, вот они поели, довольные, не легли отдыхать. Возле меня крутятся, трутся, потерлись и легли. Да, мои мальчики? Ну все, ребятки, смотрите, какая погода. Завтра будет резкое похолодание. Уже начинается сильный ветер. И уже не так тепло, как вчера. У нас новость, жесть. С утра, с 9 часов утра, отключили воду. И это продлится неизвестно сколько. Вот, позвонила моя нота даром. Сказали, что не знает, как долго произошел битсуц. Прорвало трубу. И вот у нас весь наскавомис остался без воды. Люди хотят в туалет. Люди хотят помыть руки, умыться. А нечем. Хорошо, что у меня, так как они часто отключают, у меня налито от Мэй Эден, такой кац большой, пластиковый. Всегда есть вода, потому что они любят отключать без предупреждения. Частое, кстати, явление. Посмотрите, какой домик для кошечки сделали. Нравится тебе такой домик? Он прям на крышу лег. Да, это его территория. Вот этот дом, возле этого дома. Посмотрите, какая забота. Люди, я не знаю, это работники муниципалитета или местные, кто живет в этом районе, расставили тарелочки с едой для кошек. И водичка тоже там, видите, в железной. Тарелочки. У нас такой район Холомиш. Вот рядом школа. Сосны, кстати, тут в парке. Детки после уроков на перемене бегают. Ну, как я и говорила, погода риск изменилась. Смотрите, какая пыль летит. Сильный ветер. Пока еще дождя нет, но обещают, что будет дождь, потому что какие-то тучки есть, но пыль страшнейшая летит. И, конечно, холодно. Днем повыше температура, а ночью, я вот вчера выходила, было очень холодно. Прямо на зубах пыль чувствуется. Вот так, как вы видите, ветер не смеется. Вот мы собрались. Вот так, смотрите, пыль. Смотрите, это сбивает дыхание. Вот. Холодный ветер. Вот смотрите, какие тучи. Наверное, их потом будет больше, и ливанет дождь. Посмотрите, ребятки, какие тучи надвигаются. Все, ливанет дождь. Прямо темные тучи. Так, еще чуть-чуть. Нароча с два, и ливанет дождь. Ну, как я и говорила, погода виска изменилась. Смотрите, какая пыль летит. Сильный ветер. Пока еще дождя нет, но обещают, что будет дождь, потому что какие-то тучки есть, но пыль страшнейшая летит. И, конечно, холодно. Днем повыше температура, а ночью, я вот вчера выходила, было очень холодно. Прямо на зубах пыль чувствуется. Вот так, как вы видите, ветер, вот мы собрались в тучке. Наверное, вот так, смотрите, пыль. Пыль летит, сбивает дыхание. Вот. Холодный ветер. Вот смотрите, какие тучи. Наверное, их потом будет больше, и ливанет дождь. Друзья мои, я оказалась права, ливанул дождь. Посмотрите, какая прелесть. Долго его не было, две недели. И дождь, кстати, надолго. Целую неделю написано в прогнозах будет лить. Такая свежесть. Это просто вдохновляет. Ну, вот, пол января у нас была погода 20 градусов тепла и солнца днем. И, наконец-то, все-таки зима решила показать, что она никуда не ушла. И после вчерашней пыльной бури с дождем уступил холод, температура снизилась до 12 градусов днем, а ночью и вообще 6 градусов. Дует сильный ветер, сильнейший. Но я в любую погоду вот хожу вот так вот. Вот, у меня теплая кофта. Теплая кофта это самое главное. Вот, а ноги как-то в 12 градусов. Считаю, что в сапогах в 12 градусов ходить. У нас было на Дальнем Востоке лето такое. начало сентября. Так что, но я гуляю в любую погоду. Мне такая погода очень нравится, потому что я выросла на Дальнем Востоке. Для меня это не холод. Это наоборот праздник души. Такой сильный ветер, холодный. Посмотрите, идет реконструкция кинотеатра. Вот, что тут, как тут будет выглядеть. Поэтому он огорожен тут. Да, сильный ветер. Посмотрите, какие сосны у нас в этом парке растут. Деревьев, наверное, тридцать осажены, подвезена вот вода к ним. Уже два дня идет проливной дождь. Солнышко все равно выглядывает. Дождь начинается, кстати, вечером возле днем. Такая стоит ветреная погода. Посмотрите, пришла навестить малютку. Смотрите, какие тучи. Вчера сильный шел дождь. Где он прятался? Он прятался, наверное, в этих кустах. Вот эти кусты защищают кусты. Я видела, кстати, кошки в непогоду залезают туда. Защищают от непогоды, от ветра. Да, басяне? Кушат всегда. прохожу. всегда проходит. Где твой этот друг черно-белый? Здравствуйте. Ну, прямо картина маслом мальчики кушают. Да, никто их голодным не оставит. Знаете, такие упитанные, толстенькие, да? Смотрите, в какой они красоте живут в парке. Мальчикам не холодно. Смотрите, такие шубки. Прямо не скажешь, что на улице живут. Такие упитанные, толстенькие. Потому что солнечные деньки в основном зимой в Израиле. Даже с суровой погодой дождливо редко увидишь солнечные дни борщи, поэтому они такие упитанные, такие так хорошо выглядят. Барсики. Посмотрите, как буйно расцвел розмарин такими яркими соцветиями. Вот летом он так не цветет, а видно из-за влаги, что идут дожди. Он прямо весь расцвел. сегодня мы поговорим с вами о таком явлении, как сглаз, зависть и прочий негатив. С моей точки зрения такие вещи могут повлиять на людей, у которых развита очень мнительность, которые очень подвержены и внушению. А люди с сильной психологической защитой этому неподвижны, которым могут себя защитить, которые уверены в себе и так далее. Вот просто послушала одного раввина, он рассказывает, что евреи обычно не хвастаются своим богатством, они постоянно прибедняются, что они такие не показывают не делают на показ тем, чьи они обладают, особенно материальными благами. Но рассудим с другой стороны, а разве завидуют только материальным благам? Разве не завидуют таланту человека, его способностям, его личности, насколько он обладает положительными качествами? Этому тоже завидуют. И я скажу еще больше, то, что даже монах, который занимается в Тибете медитацией, будет завидовать другому монаху, потому что он намного как бы преуспел в медитации, в духовных практиках. Так что зависть, она не только касается материальных вещей, она касается и внешности, и здоровья, и вообще то есть любой вещи один человек может позавидовать другому. Даже вот если человек у него ничего нет, он бедный, но он излучает от себя положительную энергию, солнечную такую. Злой человек обязательно ему позавидуют, потому что у него нет этого. как вот есть люди как солнышко, которые излучают добро, которые ну у них нет такого, чтобы они всегда положительно настроены, несмотря на все преграды, на все беды и несчастья, которые были в жизни, они всегда до сих пор у них есть любовь к жизни, радость жизни и стремление быть в балансе с собой, в гармонии с собой. И злые люди, даже если человек ничего не имеет материально, все равно ему будут завидовать. Вот. Приведем пример такой. Ну конечно про известного музыканта Джона Леннона. Потом еще про Моцарта расскажу. Джон Леннон. Джон Леннон вы знаете как жена Лена наша убили за зависти и за зависти не только к славе, и за зависти к его таланту, к его это не не надо говорить что-то успех и так далее, потому что я приведу вам пример другого музыканта, Моцарта, гениального композитора, который особо жил в бедности, особенно какое у него было признание, ребенком его приглашали играть в королевские семьи, но потом он жил в нищете относительно, не умер в нищете, а Сальери там все равно ему завидовал, завидовал черной завистью, что он намного талантливее, намного гениальнее, так что завидует не только материальному материальному вещам и успеху, завидует всему то, чего нету человека другого, тому и завидуют, да, вороны мои, А теперь с иронией поговорим о королевских семьях, об элите, я почему-то не вижу, чтобы зависть как-то меняла их благосостояние, как были они сотнями лет в элитах, верхушках семьи с фамилиями известными, мировыми, да, так они остались, ни одна зависть их как бы не касается, так что это вопрос, наверное, не обращаются к сильным этим магам, чтобы защитить себя, кто знает, но это вряд ли, здравствуйте, барсика пришла навестить, ой, лапка у малюточки, да, лапка поранена, вчера было холодно, но не видите, пребывает в здравии, наверное, в кустах он прятался, сейчас солнышко принесло ему покушать, вон там водичка стоит, другой пьет, да, кусик, посмотрите, какие птички, убегают от меня, убегают, ближе не дают, приблизиться не дают, посмотрите, какие вороны, один вот на дереве сидит, а другой вот стоит, никуда не подойдем поближе, а нет, улетает, улетает, держит дистанцию, кстати, вороны очень умные видятся, иногда они могут напасть на человека, я не знаю, чем это объяснить, провокации или чем-то другим, или что-то чувствует, но вот они, смотрите, ближе не подпускают, улетают,